Как известно, многие банки сегодня охотно дают кредиты наличными на любые потребительские цели. Да и спрос на них остается неизменно высоким. Как взять деньги взаймы так, чтобы не ошибиться и не прогореть на этом, рассказываем далее. Почему кредиты так привлекательны? Как известно, спрос рождает предложение. Именно это мы видим сегодня во всех сферах нашей жизни. Большинство наших сограждан стремятся улучшить качество своей жизни, даже если на это нет собственных сбережений. В первую очередь это объясняется желанием современного человека иметь все сейчас и быстро. Технические новинки, новый ремонт в квартире, возможность хорошо отдохнуть за границей и так далее. Реклама в СМИ постоянно навязывает нам все новые и новые желания, которые хочется удовлетворить здесь и сейчас, а не ждать несколько месяцев или даже лет. Сами по себе эти желания неплохие, но нужно реально оценивать свои финансовые возможности, чтобы не попасть в ловушку. Иногда стоит подумать о старом бабушкином способе приобретения дорогих вещей, откладывать некоторую сумму каждый месяц. Хоть покупка будет немного отсрочена, зато переплачивать не придется. Конечно, намного проще оформить кредит и получить новую вещь прямо сейчас. Но стоит понимать, что сиюминутное желание вы, конечно, удовлетворите, но вот расплачиваться за него придется долго. Небольшая заметка. Оформление займа действительно необходимо в том случае, если речь идет о крупной покупке, в которой есть острая нужда, либо при получении денег на серьезные цели, покупка жилья, автомобиля, оплата обучения ребенка, оплата дорогостоящего лечения и так далее на новые гаджеты или поездки тратить баснословные деньги не стоит. И помните, прежде чем взять кредит, 10 раз подумайте и 1 раз 1 раз подайте заявку. Если сегодня вам предлагают кредит со ставкой свыше 17%, это явный грабеж. Ищите лучшие предложения. Они есть, их надо искать. И не забудьте обязательно перед подачей заявок прочитать эту заметку, она поможет не совершить вам серьезных ошибок. На что стоит обратить внимание при оформлении кредита? Если вы взвесили все за и против, и все же склоняетесь к тому, что обращение в банк действительно для вас необходимо, то необходимо помнить о нескольких правилах. Взяв их на вооружение, вам легче будет ориентироваться в многообразии банковских предложений. Сумма кредита величина заемных средств должна составлять 20-30% от общей стоимости товара, недвижимости, то есть 20-30% от того, что не хватает. Пример. Если квартира стоит 1 миллион, а у вас на руках 700 тысяч, тогда кредитоваться можно, если на руках меньшая сумма, то лучше подкопить. Ваши финансовые возможности ежемесячный платеж не должен быть больше, чем 20-25% от вашей месячной зарплаты за вычетом обязательных ежемесячных платежей, которые вы платите. Квартплата, электричество, интернет, бензин и ДР. Трезво оценивайте свои возможности, помните о том, что нужно делать взносы в банк каждый месяц, вне зависимости от праздников и экстренных случаев. Если у вас уже есть долги, если вам едва хватает на достойную жизнь, нельзя брать новые займы. Необходимо искать дополнительные источники заработка, а не вгонять себя в новую кабалу. Процентная ставка. Ставка должна быть минимальной, ведь чем она ниже, тем меньше ваша переплата. Для того, чтобы ее снизить, можно прибегнуть к разным способам, привлечь поручителя, оформить имущество в залог, но самое легкое, собрать максимум документов о вашей платежеспособности, в частности, справку о доходах и копию трудовой книжки. Самые выгодные условия вам предложат тот банк, через который вы получаете свою заработную плату или пенсию, где у вас открыт вклад или есть успешно закрытый кредит. Также стоит отслеживать сезонные акции. Полный размер переплаты. Очень часто люди обращают внимание только на условия, которые описаны в яркой рекламе, минимальные ставки, большие суммы и так далее. Но стоит помнить, что минимальную процент можно получить только при определенных условиях, например, при выборе короткого срока возврата. Если процент составляет от 12% до 27%, то вовсе не факт, что вам одобрят именно 12%, могут и все 27%. Также стоит помнить, что некоторые банки включают в сумму кредитования еще дополнительные услуги, в частности, обслуживание счета, СМС-оповещение, плату за обслуживание карты, если речь идет о кредитке, страхование. Здесь следует четко знать, от личной страховки вы имеете право отказаться, а вот страхование и залога, жилья или автомобиля, является обязательным. Особенно внимательными нужно быть и в том случае, когда кто-то предлагает вам выступить поручителем по его кредиту, ведь это накладывает на вас ответственность, если заемщик окажется неплатежеспособным. Подбираем кредит. Если вы учли все вышеперечисленное и других способов решения своей проблемы не видите, тогда лучше всего начать с тщательного ознакомления с условиями получения потребительского займа в разных банковских компаниях РФ. Рекомендуем вам обращаться в большие банки, там ставки всегда ниже. Первое. Особое внимание стоит уделить процентным ставкам и другим комиссиям, которые вы будете обязаны заплатить банку. Поэтому внимательно читайте договор. Второе. Помните о том, что вы имеете полное право уточнить все непонятные вам условия кредитования у сотрудников банка. Не торопитесь сразу подписывать документы. Может, лучше взять их домой и хорошенько изучить. Ведь, подписав кредитный договор, вы покажете, что согласны со всеми условиями и в полной мере принимаете на себя обязательства по его исполнению. Очень популярны сегодня стали экспресс-кредиты. Нельзя отрицать, что условия их получения более мягкие по сравнению с обычными займами, но и процентные ставки по ним намного больше, до 70-80%. Поэтому, если все-таки деньги вам нужны, то ни в коем случае сразу не берите быстрый займ, а просто постарайтесь собрать как можно больше документов, найти себе поручителя и обратиться в один из крупных государственных банков России. Еще раз повторимся, в них ставки всегда ниже. Куда лучше подавать заявку? Если ваш возраст от 23 до 50 лет, у вас хорошая кредитная история, есть официальное место работы, то для вас открыты двери практически всех банков. Такой заемщик является идеальным с точки зрения кредитора. Он надежен, а значит, с ним стоит сотрудничать. Если же ваша КИ испорчена, у вас в прошлом были просрочки, а сейчас есть незакрытые долги, то вы будете получать отказы просто потому, что вы – неблагонадежный клиент в глазах банка. Вам нужно заняться улучшением своей репутации. При этом помните, что любая организация проверяет ваши трудоустройства и ваши данные всего за 15-20 минут. И даже если у вас все в порядке, отказать вам могут в выдаче кредита без объяснения каких-либо причин. Поэтому лучше подавать заявки сразу в несколько банков. Как известно, многие банки сегодня охотно дают кредиты наличными на любые потребительские цели. Да и спрос на них остается...